Это наш Кузьма. Очень была грустная история о том, как он попал к нам в приют. Слегка он любит прикусывать руку. На самом деле, в один из дней у одной бабушки, 80-летней, у которой дома очень много животных, в смысле кошек, выпали два кота. Был Филкот и Кузьма. Многие, наверное, видели посты о том, что мы писали. Очень сложное было лечение у Кузьмы. В общем, так получилось, что сперва упал Филк. Это такой большой толстый котик. На самом деле, он оказался не социализированным, диким, поэтому мы его даже не пристраиваем. Но вот Кузьма, однако, оказался таким очень даже любвеобильным мальчонкой, общительным. На самом деле, это еще котенок, и он сейчас растет. Мужай, так сказать. Вот, видите, что, не мешай, говорит, я тут играю. Вот. Когда мы его спасали, когда он летом упал с окна, с пятого этажа, упал прямо на асфальт, у него был серьезный перелом челюсти, у него полностью был красный глаз. И мы, в общем-то, думали, что мы кота потеряем и не сможем его спасти. Вот он всем вот так вот раздает просто, да? На раздаче, говорит, стою и раздаю всем. Кузьма. Вот. И на самом деле, лечение дорогое было. Спасибо всем подписчикам нашим, кто помог собрать деньги на лечение этого замечательного котенка. Еще пока котенка, потому что ему на самом деле нет года. Когда мы его спасали, он был, ну, в полтора раза меньше, чем сейчас. Сейчас он вот у нас подрос, окреп, набрал вес, потому что бабушки также все коты, конечно же, не доедали. Ну, она их просто забывала кормить. И, собственно, у нее не было и нет до сих пор, кстати, сетки антикошка. Ну, вроде как бы коты не падают, но люди, в общем, соседи со страхом смотрят на ее окна постоянно и ждут каких-нибудь неприятностей. Но мы надеемся, что неприятностей больше не будет. Вот. Кузьму мы спасли. У Кузьки сделана замечательная фотосессия. У нас очень красивые фотографии. На Авито уже, кстати, объявление у нас есть. И на Юле есть объявление про этого котенка. Ему примерно 8-9 месяцев. Он уже кастрирован. Он уже вакцинирован. У него имеется ветеринарный паспорт. Вот. Он очень любит раздавать. Потому что он кот. Очень такой он игривый, ласковый. На самом деле он любит гладиться. Чистоплотный котик. Вот он. У него всегда ушки чистые. Он гладки всегда умывает. Поэтому он для таких... Для людей, которые любят покой, порядок, чистоту. Кузька, ты что такой деловой, а? Ягод тут играет. Идите давайте. Не мешайте мне играть. Вот. Бедное перышко. Уже все обдергали. Сегодня мы купили новую игрушку. Наверное, в следующем ролике уже с новой игрушкой будем сниматься. С удовольствием он будет гонять мячики, всякие мышки и с искусственным мехом, и всякие резиновые мячики. Он их очень любит. И с пеноплекса такие, как бы я даже не знаю, что за материал. Ну, в общем, любые мячики, которые мягкие, можно которые жевать, грызть. Которые прыгучие и тяжелые мячики. Но больше, конечно, он любит гремящих мышек. Это прям самая любимая его игрушка. Такие мягкие, гремячие, гремучие мышки с погремушкой. Вот. Пристраивается Кузьма обязательно в квартиру. Обязательно с сетками на окнах. Это очень важно, потому что он не хочет еще раз выпасть с окна. И на этот раз вряд ли он выживет. Потому что его была серьезная черепно-мозговая травма. Лечение обошлось более 45 тысяч рублей. И если бы у нас этих денег не было, если бы вы нам не помогли собрать эту сумму, то скорее всего кота бы не было сейчас с нами. Но слава богу, что все хорошо обошлось. Ой-ой-ой. Не надо, не надо обижать друг друга. Вы же все бездомыши, котики. Вот они все собрались. Малочка вот. И собачка у нас тут вот. У нас так уютно. Одна большая семья. И мы решили создать наш дополнительный канал. Помощь животным... Ой, зайка. Ничего себе ты меня долбанула. Помощь животным Новосибирск. Для того, чтобы иметь возможность загружать туда ролики. Вот о каждом питомцем будем снимать. Потому что самая главная проблема это пристройство животных. То есть пока мы не пристраиваем животных, мы не можем взять кого-то еще. И в этом, конечно, большая сложность и большая проблема. Потому что животных очень много. Звонят люди каждый день. Мы хотим помочь, но не имеем возможности. Потому что у нас уже... Мы ухаживаем вдвоем с Юлей за животными. И, конечно, нам уже физически это очень тяжело делать. Содержать приют в чистоте. Ну вот вы видите, да? У нас как бы чисто. Утром и вечером у нас практически идет генеральная уборка. Все коты у нас хорошо выглядят. Все упитанные. Всегда снимаю видео именно в этой комнате, в этом помещении. Потому что я ответственна именно за это помещение. У нас еще есть два угончика строительных, где живут животные. Ну, они, можно сказать, бытовые, бытовки. Вот Кузьма у нас решил поиграть просто с палочкой. Давайте я вот так пусть... Так, все, доломали. Все, доломали игрушку. Ну, на самом деле с палочками тоже неплохо играет. Кузьма, вот он такой у нас котик красивый. Не знаю, насколько он крупный вырастет, но мне кажется, он не будет крупный. Киноша. Киноша, мне больно. Играйте палочками. Вот он такой с пятнышками. Интересные, ну, какие пятнышки. Пятнышки с пятнышками, на самом деле. Кузьма, ну ты выбрал место вот прям у туалета. Идите сюда. Иди сюда, Кузьма. Может, сейчас придет. У нас на самом деле большая проблема с домиками. Вот, видите, да, в каком состоянии домик у нас. Ну, это сделают, делают щенки. Поэтому, если вы хотите нам помочь, можете отправить денежку на реквизиты, добровольную помощь. Ну, можно указать пометку, что домик для кошек. Или просто домик, или когтеточка. Потому что такие вещи у нас улетают очень быстро. И кошки портят вот просто. Ну, вот новенькая у нас одна стоит. Тоже новенькая. А это у нас уже, ну, довольно давно стоит. Да, иногда наши коты дерутся. Так вот, сейчас, секундочку. Так, все. Разняла котов. У нас кот Мир есть, который брутальный такой красавец. Он хочет подраться с рыжим котом. Так, и у нас есть вот такой кот Кузьма, который совершенно не драчун. Он игрун. Вот он такой вот, такого интересного окраса пятнистого. Посмотрите, пожалуйста, на котика на нашего. А у меня вон какая штучка есть. Вот, будешь такой штучкой играть? Иди сюда. Ну, конечно, зачесалось сразу все у него. Вот. Тиммао. Кузьма, Будем прощаться с нашими слушателями, телезрителями, подписчиками. Как правильно назвать? Кузьма. Ай, больно мне. Не царапайтесь, пожалуйста. Итак, напоминаем, что Кузьме у нас около, чуть меньше года. Котик кастрирован, вакцинирован, выпал с пятого этажа, был пролечен. Очень игривый. Вот. Ну, и за себя тоже он постоит. Конечно же, он не вафля. Он кот по характеру. И еще какой кот. Вот. Пристраивается в квартиру сетками на окнах. В общем, может быть, что-то я упустила в рассказе о нем. Но если кому-то что-то будет интересно, мы под роликом обязательно оставим свой номер телефона. Звонить, пожалуйста, только до 9 часов вечера, не позже. И мы все, конечно, вам расскажем про Кузьму. Вот. Посажу его сейчас на стол, чтобы во всей красивом его еще раз показать. Напоследок. В завершении нашего 10-минутного ролика. Такой вот котик. Красавчик. Смелый. Ловит штучку. Штучку уже доломали. Вот у нас осталась только палочка с перышками. Сейчас я подниму тебе. Сейчас, сейчас, сейчас. На, вот, смотри. Вот он. Все. Возьмите меня домой, говорит Кузька. Что ты его роняешь-то? Ну, на, Кузька. Вот. Возьмите его домой. Для того, чтобы любить, заботиться, ухаживать. Вот. Чтобы Кузька был счастлив. Если вам скучно, будет зимними вечерами пить чай в одиночестве, то Кузька с удовольствием с вами разделит эти вечера. Будет вам урлыкать, пить песенки и спать рядом с вами в мягкой постельке под одеялком или на одеялке. Кому как больше нравится. Вот. Конечно, в приюте котам плохо, потому что всем нужен дом. Все они хотят ласки человеческой, тепла, вкусной пищи. Обязательно каких-нибудь вкусняшек кошачьих. Мы, как бы, их не особо балуем. Вкусняшки у нас с вами идут в кокорбе в рационе. Но иногда даем влажные. Вот. Все. Рассказ про Кузьку завершила. Будем с вами прощаться. Да, Кузьма? Стой, стой, стой. Ну, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй. Не отдает. У нас очень много животных. Котов, кошек. Поэтому будем еще снимать ролики. Рассказывать вам про всех. Кто как к нам попал. Как они содержатся, наши кошки. И какие у них желания и мечты. Самое желание, главное, это, конечно, быть домашними питомцами. Продолжение следует...